Вот, значит, мы уложились в деньги по брошюрам, и они будут у нас. Сейчас пока у нас распечатки. Дайте мне листочек. Во-первых, не надо на пол класть. А во-вторых, дайте мне вот один новый, последний листочек показать. Вот, вот, да, вот этот. Можно прям? Спасибо. Сегодня у нас вот такой листочек. У вас он есть в группе Фейсбука. Та-дам, та-дам. Вот такой листочек. Вот, у меня в руках есть вот такая вещь, я вам ее не дам. Diamond Cutter Sutra. Это Sutra Алмазного Огранщика на четырех языках. На пятом пока не сделали, но я верю в Машу, Андрадьеву. Это, собственно, Sutra на английском, китайском, санскрите и тибетском. Я ее принесла для того, чтобы из нее чего-нибудь за вам зачитывать. Выглядит это вот таким образом. Здесь Геша Майкл перевел с санскрита тибетского все это, перевел к вот такой форме. И вставил сюда комментарий Камала Шилы и медитации, которые мы с вами делаем. Вот так вот это выглядит. Видно? Вот, мы будем это, просто чтобы вам было, чтобы вам было понятнее, что мы, собственно, изучаем. И насколько это все здорово, что мы это изучаем, потому что это с утра. Прямо с самого с утра. Заречку с краю. Прямо с утра. Продолжение следует... 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 Если сейчас есть достаточно времени, пожалуйста, делайте. Если нет достаточно времени, сфокусируйтесь на том, что мы проходим сейчас. И что делать 6 месяцев? Я сказала делать 6 месяцев, если у вас есть такая возможность, и вы уверены, что у вас есть на это время. Это гандем-хологема у меня занимала 40 минут, ну, 30 минут. Кострый гандем-хологемщик есть. Инна Ивановна, которая делает это уже год, наверное, и она делает быстрее. Вот, но просто если вы остановитесь на гандем-хологеме, тогда вы вот это пропустите. Ну, ничего. А это вроде как надо идти друг за дружкой, потому что потом вы... Связь милая? Да. Захожу, да? Чуть-чуть заходи. Вот. И справа-вправо смещайся, проверяйте, запись или нет, на всякий случай. Вот. То есть сейчас идея в том, что вы это делаете. От того, что вы просто приходите, толку будет немного. Никаких перемен внутри себя не стоит ожидать, если ничего не делать. Баунтари-маркерс нету. Да. Ну, все, как учит. Ты сделала точно? Я сделала, но это не мне достаточно. Откуда поставили? Сюда, у двери и на окно. Ну, вот. Говорить. Сначала. Разрешите. Ну, вот. Давайте еще раз разберем, как делать. Какие есть вопросы? Понятно, как делать? Вам понятно? Мне вот интересно, тут вопросы есть, которые требуют ответа, а есть, которые не требуют ответа, а размышляют, да, Надя? Это вопросы, которые требуют размышления. Если у вас есть готовый... Что? Показали вопрос туда. Если у вас есть ответ на этот вопрос, который вы читаете в медитации, это не значит, что не надо на нем об этом думать. Тот вопрос, который на поверхности, он осознан, но на уровне осознанности есть ответ на него. Но если вы поразмышляете на эту тему и поразмышляете в медитации, то есть делаете аналитическую медитацию на это, то у вас, может быть, придет совсем другой ответ. А чтобы размышлять, нужно как-то садиться специально или... Ну, как бы, да. Мы сейчас это поделаем. Можно на стульчик, но медитация должна быть... Илья, вы очень хорошо сидите в лотосе, поэтому на стульчик можно, да? Нет, я, ну, немного не о том, просто, вот, например, я привык к медитации, вот, просто сел, отключился, как бы, и вот, ну, и сосредотачивался. На объекте, а не думаешь о чем? Есть три типа медитации. Медитация, когда ты сосредотачиваешься на объекте, одноточная медитация. Медитация, когда мы идем куда-то, у нас есть маршрут. И медитация аналитическая. Аналитическая медитация, это когда мы берем объект и начинаем его разглядывать с разных сторон. То есть, я бы немного не понимал, для чего в аналитической медитации принимать медитативную позу? Мы сейчас это сделаем, и будет понятнее. Для чего в аналитической медитации принимать медитативную позу, это мы сейчас сделаем, и будет тогда... Вопрос, я думаю, будет решен. Попадется. Хорошо. Аналитические медитации есть разные. В DCI Геши Майкл говорит, идите в кафе, берите чашечку кофе, садитесь и размышляйте. Это медитация для людей, которые не думают о прошлых и будущих жизнях, которые не хотят достичь просветления, которые не хотят ничего, кроме того, чтобы в этой жизни как-нибудь бизнес развивать, или как-нибудь денег заработать, или как-нибудь замуж выйти. Или что-то в этом роде. Это самое-самое начало для тех людей, которые не готовы к слову буддизм, Будда, карма. Для них это сложно. И для них вот такой первый шажочек. Лучше так, чем совсем никак. Это первый шажочек к медитации. И это, конечно, уже медитация, если ты начинаешь о чем-то размышлять. Мы медитируем, когда мы смотрим фильм интересный, который нас захватывает. Когда мы книгу читаем так, что не можем оторваться. Медитация – это когда мы сфокусированы. Это уже медитация. Ребенок, который смотрит мультик, он в медитации, потому что мама говорит «Пошли, иди, обед готов!» Ребенок не слышит, или если он играет, выключен. Это уже медитация. Это концентрация в нем. Медитация – это просто концентрация. Но то, что мы здесь хотим делать, мы хотим достичь шаматы. Кто помнит, что такое шамата? Это когда наня отражается в реке, и вины ее четко контролируют. Да, замечательно. Ум в таком покое, что нас больше ничего не тревожит. Ну, как бы нету мыслей. Да. Это очень непоказуемо. Да, медитация. Шаматы всегда должны быть объекты. Да, очень непоказуемо. Должен быть объект медитации. Вы тоже отвечаете. Просто, насколько я помню, из Аси 2, такие термины были. Есть там состояние, когда ум движется, а есть, когда не движется. Ну, там, из определения движения ума. И шамата, по большому счету, это когда ум не движется. А вот тут мы размышляем, он как бы движется. Это, наверное, надо думать, а потом сесть в шаматы и застабилизироваться. Да. Замечательно. Очень хорошо. Вы отлично. Вообще. Я радуюсь. Слушаю вас, я очень радуюсь. Здесь Илья сказал о том, что мы должны ум стабилизировать, чтобы он замер и не двигался. А в аналитической медитации мы должны размышлять, как же быть. Вот. Когда мы делаем аналитическое... Давайте сначала по структуре. Сначала мы... Что делать? Как это делать? Делать каждый день. Медитировать нужно каждый день вообще-то. Но если у вас сегодня прям швах и никак совсем не получается, вы в 6 утра ушли из дома, в 12 ночи вернулись домой, и все, целый день, прям совсем нет времени, ну, значит, пропускают. Но вообще надо настроить себя, приучить себя. Каждый день медитировать. Если по всем не проходишь и делаешь пока, как получается. Если по всем не проходишь и делаешь пока, как получается. Когда мы совсем никогда не медитировали, если мы пришли в кафе, взяли чашечку чая и начинаем размышлять, это уже хорошо. Мы должны понимать, что до совершенства, вот в высшую школу мы не попадем, если мы не умеем писать. Сначала мы должны в первый класс пойти. Мы должны научиться сначала эти закорючки писать, а потом буквы, а потом постепенно. Не надо ставить сразу слишком высокую планку. Другое дело, что мы должны представлять, куда мы идем. То есть должна быть цель, к которой мы стремимся. И они должны иметь представление. Не нужно сразу стремиться выполнить, решить уравнение из высшей математики. Я вот тут решил медитировать как-то. Значит, встал родну, на кухню пришел, там нет никого, залез на диван. И вот начал рекомендации звуки. Сначала все звуки, то есть и сижу там, когда я уже медитирую, и звуки. Я глаза закрыл, потому что стол как бы замешает. И часы там это текут. И я тогда понимаю, что это часы. И как-то текучее это шло медленно. И понимаю, что там звуки, и звуки часов, и как-то прояснение такое вышло, что мой ум говорит то, что это часы, то, что это именно звук часов. То есть это не сам по себе звук осознания накладывает на звук часов, и я тогда понимаю, что там часы. Замечательно. Но в медитации нужно сделать так, по возможности, чтобы было тихо, чтобы не было часов. А не рекомендуют же это? Беруша. Да, все по-разному рекомендуют. К малышам рекомендуют, чтобы было тихо. Мы проходим сейчас. Наоборот, чтобы звуки... Чтобы звуки... Если есть звуки, это хорошо, потому что они отвлекают, а вы заставляете ум снова концентрироваться. Но если есть тикающие часы, которые все время тикают, это будет сильным отвлекаться. И может быть, на начальном этапе вам будет совсем сложно от них самоустраниться. Поэтому лучше взять часы и положить в комнату, если на кухне медитируете. Или взять, воткнуть беруши в уши. Должна быть тишина во время медитации. По крайней мере, в начале. А в конце вы уже потом, когда научитесь, вы уже поймете, что это необходимо. Давайте вопросы. А эти последние вопросы дальше. Этот звук, это отвлекает. Вообще звук по нашим весят это шестой тридцать на такая вещь, недобрые мысли, недобрые маленькие вещи, и это рождает шум. А может быть, это над шестой тридцать, вот звуком может быть звуком, но он может быть в таком. Это с этой стороны подходит? Или это не с нами? Если я сажусь медитировать, и вокруг меня абсолютная тишина, это происходит из меня. Это я создала эту тишину. Если я сажусь медитировать, а вокруг, за окном приезжает грузовик, и начинает грузить мусор со страшным шумом, это происходит из меня. Это я создала. Как я это создала? Ну, может быть, грубая речь. Может быть, зависит от того, что это... Всегда слышит. Да. Грубая речь приводит к шуму. Когда она замолчала, я проснулась, испугалась. Она замолчила. Некоторым людям мешают запахи. Некоторым людям мешают мысли. Что-то нам начинает мешать. И это потому, что у нас это есть. Это всё, что я встречаю, оно всё происходит из меня. Об этом надо помнить. Другое дело, что хорошо, я помню, что это происходит из меня. Ну и что? Мне всё равно мешает. Если мешает, значит, надо их помнить. Если не мешает, надо будет. Да, если шум... Если шум не мешает, хорошо. Но когда мы привыкаем к постоянному шуму, повторяйте вопросы. Я согласна. Хе-хе-хе. Ладно. Шум мешает. Обсуждаем шум. Если к шуму мы привыкли, и без шума нам уже плохо, это как-то, мне кажется, вот... Я грубой речи все всегда так говорю. Если я так привык, это не значит, что это хорошо. Можно просто попробовать пожить в тишине и сравнить. Потому что, когда фоном всегда работает телевизор, в некоторых домах всегда фоном работает телевизор. Его не смотрят, но так вот он что-то говорит. Иногда, пробегая мимо, останавливают на нем взгляд. И к этому есть привычка. И это отвлекает от себя. Мы перестаем концентрироваться на себе. Мы концентрируемся на чем-то или, наоборот, расфокусируем сознание. И это то, что мешает нам в медитации потом. Привычка все время отвлекаться, все время переключаться с одного объекта на другой, это мешает медитации. Для медитации хорошо не отвлекать свой ум от того, что делаешь, и не отвлекать чужие умы от того, что они делают сейчас. Вот. Насчет того, как медитировать. Медитировать. Если есть время, если у вас выходной, вы делаете полную подготовку. Это значит, вы приглашаете учителя, делаете шесть шагов подготовительных, шесть подготовительных этапов. Кто помнит, что это такое. Подношение, поклонение, раскаяние, радость. Просьба учителя обучать. Просьба остаться, не покидать. Посвящение. Мы это делаем. Перед учителем учитель поднимается, садится на макушку, опускается в наше сердце. Подготовка закончена. После этого, если устали, если сложно сидеть, можно встать, чуть-чуть подвигаться, стараясь ум ни на что не отвлекать, просто тело разогнуть. После этого вы садитесь, стараясь сохранить спокойствие ума. Садитесь и делаете уже саму медитацию. Ну, опять же, там, чуть-чуть сфокусироваться на дыхании, чтобы успокоить ум после движения. И делаете саму медитацию. И саму медитацию мы сейчас уже к ней подошли, и мы ее сегодня сделаем полностью. То, что нужно будет потом делать. Каждый день. Вы делаете медитацию с Буддой, и после этого вы делаете аналитическую медитацию вот на эти штучки, на эти картиночки. Еще раз повторю, что ганданхлагияму делать можно, но я имела в виду, что вы ее как бы уже поделали чуть-чуть. И дальше мы идем дальше. А ганданхлагияму вы будете делать время от времени. Нет, вы знаете, можно же продолжать ее делать, просто прибыль дополнительно делать. Можно продолжать ее делать, но не у всех людей есть достаточно времени, чтобы каждый день освещать по полтора-два часа на медитацию. Если есть, отлично. Если еще не получается, то сфокусируйтесь на этом. Если нету времени, сегодня у вас совсем нету времени. Есть у вас время раз в неделю, например. Ну хорошо, но уделите тогда раз в неделю, прям медитативный день сделайте, например. Там три часа помедитируйте в течение дня. Если есть время там по полчаса каждый день, значит, можно вот эту подготовку, которую мы сейчас будем, ну которую надо делать вы с учителем, можно ее пропустить и не делать. Это не очень хорошо. Вы ее сделаете, когда у вас будет время. Тогда вы начинаете сразу саму медитацию без подготовки. Ну, то есть смысл в том, смысл в медитации, смысл в том, чтобы первое, это начать ее делать. Потому что есть шесть, ну, пять или шесть препятствий к медитации и восемь решений, что с этим делать. И первое препятствие к медитации – это лень. На тибетском лейло. Это когда… Ой, ну сегодня некогда, вот не сегодня. Я завтра помедитирую. Это лень. Ну вот сегодня совсем нет времени. Я посплю еще минут 15. Также лень – это когда я сажусь на подушку для медитации. Я себя посадила, я себя заставила. И после этого я сижу и думаю обо всем на свете. Я не медитирую. Это тоже лень. Это лень. То есть первая грубая лень – это когда мы даже не можем себе на подушку посадить. А вторая – это уже более тонкая лень. Это когда я себя посадила, вроде как бы формально все в порядке. Но у меня… Мне лень заставить ум фокусироваться на объекте. И я позволяю ему гулять и думать обо всяких других штуках. Это тоже лень. Вот мне, когда я начинала медитировать, очень сильно не хватало вот этого понимания. Я себя за деть посажала и дальше полчаса думала о чем-то. Потом, а, ну надо помедитировать. Ну да. Вот. И мне это очень мешало. Вот я не понимала, что это тоже лень. И тогда надо взять себя в волю в кулак и заставить себя фокусироваться на объект. Вот. Вопросы по этому этапу. Сейчас. Да, но мы не будем сейчас проходить полностью третий курс ESEI. Мы не будем сейчас проходить. Мы сейчас поговорим только о том, что нам сейчас особенно актуально. Вот особенно актуально нам сейчас лень. Может быть препятствие такое, что никак не поймешь смысла, для чего мне это надо? Может ли быть вопрос? Может ли быть препятствием то, что никак не поймешь смысла, для чего мне это надо? Не видишь результат. Как-то может ехать, ты не видишь, не придет, реально не сесть. Это скорее сначала понимаешь зачем, а потом не понимаешь. Ну как бы зачем на словах понятно, что все. Мне кажется, что тоже лень, а для меня, да. Это какое-то чувство какое-то. Времени мало, денег мало, любви в мире мало. Мужчин хороших мало, ничего не хватает. Нет, 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 мы в этом говорим. Нет, нет мотивации. Два часа времени такого дорогого сидит. Сидишь, я бы сейчас вот это и делала. Вот это и вот это. Сидишь. Вот я пошла спрашиваю. Не понимать вообще зачем. Надо понимать, зачем вообще все. Значит, вопрос, повторяю, вопрос, сидишь и думаешь, зачем я трачу время на эту дурацкую медитацию, я бы за это время пошла лучше и сделала бы что-нибудь другое. Зачем мне медитировать, вопрос. Какой смысл мне медитировать, если есть важные дела? Может, это кто-то там придумал, да? Какой-то малышила. Какой-то будда придумал. Действительно ли медитация помогает и в чем она помогает? И вообще, зачем мне нужна медитация? Правильно? Елиса рассказывала о мотивации к медитации. Это был блок нашим. Мотивация к медитации? Расскажи. Мне кажется, я слушал в интернете Майку, и он сказал, что есть вещи кармические очевидные, что мы видим, да, как бы, что это глячок, как бы, да, на собой, то, а есть, как бы, невидимые, да, но связи нету, какого-то определенного. И мы не понимаем, что за этой медитацией стоит. То есть это не сразу проявляется, как бы, вот, не через минуту, но на самом деле это работает, что-то. Ну, да, может быть, там не сразу, там не завтра, там не послезавтра, но... У кого это проявляется? Где пример? Вопрос не слышно. Обратный микрофон тогда. На, я хотела, чтобы я объяснила. Ты хотела объяснить Мелису? Мотивацию Мелисы? Например, кто бы сказал? Через тысячу. А, через тысячу. А тут, например, квартира не убрана. Понимаешь, что это проблема? Я сижу такая, на нервах. Я помню сейчас квартиру. Но Малашила говорит, что если вы получили правильные, четкие инструкции, и вы правильно их выполняете, то вы достигнете шамоты через шесть месяцев. Зачем мне достигать шамоты? Вопрос не слышно. Я повторила же вопрос. Зачем мне медитировать? Ну и что? У меня квартира не убрана, а я тут сижу и время тратим. Зачем вообще? Приходим мы к вопросу, зачем мы живем? Да. Чтобы квартиру убрать. Чтобы и поесть приготовить. Я живу, чтобы есть, или я ем, чтобы жить? Я не могу жить в грязной квартире. Понятно. Я не могу жить в грязной квартире, я не могу не есть, поэтому я должна приготовить еду. Я не могу не заботиться о своей семье, я не могу не работать. И здесь нужно найти баланс. Нужно сделать так, чтобы у нас хватало времени и сил, и радости выполнять наши социальные обязанности. То есть заботиться о семье, зарабатывать деньги, содержать детей, водить в школу. И в то же время нужно, чтобы у нас было достаточно времени для практики. Потому что иначе нужно просто подумать, зачем жить. И на этот вопрос я не буду вам давать никаких ответов, даже намеков. Это то, о чем нужно подумать в медитации. Медитация зачем? Я не уверена, что я смогу за шесть месяцев достичь шамоты. Но, как говорит Геши Майкл, ну зачем медитировать? Ну, когда у тебя есть какая-то задача, ты не знаешь решения. Как сделать? Так или так? Деньги вложить туда или сюда? Выбрать рекламный проект такой или такой? Препараты закупить у этого поставщика или у этого поставщика? Ты не знаешь. Но если ты в балансе, то ответ приходит. Ты слышишь свою интуицию лучше. И ты выбираешь правильные решения. Если ты в балансе, ты перестаешь сеять плохие семена. Перестаешь создавать плохую карму. Ты начинаешь лучше слышать свое внутреннее я. Свою интуицию. И ты начинаешь делать то, что приведет тебя в дальнейшем к счастью. Перестаешь делать то, что приведет тебя в дальнейшем к страданию. Это деща. Зачем мне это шамата? Зачем мне это шамата? Может быть, я не смотрела в мужской жизни? Ну что шамата? А дальше что? Салиха! Вопрос. Зачем мне шамата? Мне хочется жить вот тут, в материальном мире. А почему, например... Хочу жить в материальном мире. Здесь все классно. А шамата для меня это как-то уже настолько достигаешь уровней, что для тебя вообще эта жизнь уже не интересна в материальном мире. Шамата — это внутреннее спокойствие. Это то состояние, когда ты слышишь то, что тебе говорят ангелы. Когда тебе это не надо, никаких ангелов, когда я сама все лучше всех знаю, отвалите. Ангелы — это интуиция. Ангелы — это, например, интуиция, да. Можно так сказать. Когда ты слышишь хорошо интуицию, и каждое решение, которое ты принимаешь интуитивное, оно верное. Это помогает в жизни? Да. Тебе не нужно совершать неправильных решений, поступков. Не нужно тратить время на неправильные какие-то пути. У тебя перед тобой сто путей. Как выбрать правильные? Каждый попробовать. Жизни не хватит. Попрос. Во сколько нужно минуты денег и терять, чтобы достичь шамата? Временности. Камалашила сказал, повторяю про Камалашила, что если вы правильные, четкие инструкции получили о том, как медитировать, и вы их правильно выполняете, то через 6 месяцев вы можете достичь шампула. Поскольку минут в день медитировать, я не знаю, как Камалашила. Геша Майкл на эту тему Камалашилу не отзвучивал. Но Геша Майкл говорит о том, что медитировать нужно час в день. Минимум. Это, опять же, не сразу, не с первых. Никогда не медитировал, сел и час медитирую. Не надо так, надо по чуть-чуть. Если сложно пока по 5 минут, по 10 минут, по 15 минут, потихонечку. На все вопросы, зачем мне это надо, ответы в медитации. На ИСИА должна быть мотивация, чтобы прийти на ИСИА. А вот понять, нужно мне сюда идти вообще, или я пойду лучше в квартире уберусь, это вопрос уже, который, ответ нужно искать через медитацию. Вот. Салиха в прошлый раз как раз эти вопросы же и задавала, по сути. Абсолютно точно нет. Салиха, дело в том, что она давно в практике, и она медитирует, я так подозреваю. По крайней мере, она сеет семена и умеет управлять семенами. Поэтому ей проще. Но если ты чуть-чуть продвинешься, тебе тоже будет проще. Как было уже как-то медитация? Но я председала, что у меня нет результата. Нет результата, а от курса медитации. Хочу вот пример. Вот кто-то, правда, подминула прошла 6 месяцев медитации, и у него опыт результат. Что такое опыт результат? Что такое? Результат от медитации. Какой результат от медитации? Мы же равно же материально ищем результат. Что-то в жизни изменилось. Для меня так. Для меня в жизни все изменилось. Я стала медитировать каждый день, наверное, уже... Мне кажется, я в прошлом году говорила, что уже год я медитирую все время, каждый день. Ну, наверное, полтора года я медитирую практически каждый день. Иногда пропускаю, но почти каждый день. Я не медитирую чистой медитацией час, у меня не получается. Хотя я встречала людей, которые это делают. Я медитирую, вот чистой медитацией у меня получается минут 20-30, у меня не получается часа. Все время утром, когда у меня выходной, все время на практику занимает у меня почти 2 часа. Что я делаю спокойненькую такую подготовочку, спокойненькую, я так вот в развалочку. Я там делаю часть подготовки, потом я там иду попить водички, в туалет, коленки размять, опять сажусь, опять медитирую. Ну, вот все это время, посетить такое спокойное, у меня занимает около 2 часов. А, по-моему, вот еще будет, как вот, пустая комната, она не придет, не скажешь, что там спасение, там, завтра, на пути, 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 на пути. Паркет не сверкает пол, я намусил сюда, что мешает, просто, слушающий пол, конец, я не знаю, мешать, ну, все, что угодно. Пожалуйста, мне очень хочется сказать одну вещь, можно просто не могу, прям вот перестаньте, срочно. Вчера, вчера, в прошлый раз, в смысле, в субботу, как вчера, то, что вы пропустили, как раз, был очень важный, я считаю, по моему мнению, разговор о том, что не смешивайте разные учения. Вот, а кто-то там говорил, что нужно медитировать вот так, хорошо, пусть говорит, идите туда и там так медитируйте. Если вы пришли сюда, если здесь мы изучаем Камалашилу все вместе, если мы идем по этому учению, то, пожалуйста, не мешайте, у вас просто не получится. Не смешивайте. Не смешивайте все вот учения, то, что вы слышали из разных уголков, вот кто-то сказал, а кто-то сказал по-другому, а почему? Мне вот очень хочется, хотя вот это сказать, все, спасибо. Нет, дело в том, что это не потому, что мы тут такие сели и придумали свои учения. Опять же, это тоже ответ на вопрос, что это такое вообще. Это мучение 2,5 тысячи лет. И то, что я здесь делаю, и то, что Арина здесь делает, это мы передаем то, что мы слышали от нашего учителя, то, что он слышал от своего учителя, то, что тот слышал от своего учителя. И это передавалось из уст в уста 2,5 тысячи лет от Будды. Есть линия передачи, прямая линия из уст в уста. Да, это не мы придумали, и Геши Майкл сказал, не смешивайте разные учения, потому что разные учения могут быть прекрасными, но если вы возьмете одну прекрасную таблетку и другую прекрасную таблетку, их выпьете, вы не знаете, какой результат вы получите доктору, да? Если вы возьмете кофе и нальете в чашку, а потом выяснится, что в ней был чай, очень хороший кофе и очень хороший чай вместе будет не очень вкусно. Не смешиваем, это первое. Второе, сейчас давайте дадим слово Салихе, она давно хочет что-то сказать. Салиха, микрофон, чтобы не повторять. Я хочу сказать, что у нас сейчас ситуация, проблема, да, но мы обсуждаем предмет. Дело в том, что происходит классическая вещь, предмет, и каждый на этот предмет накладывает свою ручку в соответствии со своей кармой. Здесь ответ простой, каждому нужно задуматься, что это есть для меня, и посеять по четырем шагам. Если вам нужен вопрос на какой-то ответ, посейте ответ. По четырем, у кого есть этот ответ? Ну вот просто четыре шага Старбакса. Потому что мы сейчас, обсуждая вот это, у этого происходит компот. И у каждого своя ручка, подумайте каждый над своей ручкой, что происходит для меня сейчас. И тогда он будет этот вот ваш личный, что вам надо. Это просто формула, эти четыре шага. Отлично, спасибо. Очень поддерживаю. Для меня медитация не работает. Для меня йога не работала. Ну вообще не работала йога. Пока я не начала помогать йога-центру. Я начала помогать йога-центру, вот Арина подтвердит, у нее тоже та же история. Не работает йога. Ну нет, вам помогает, но мне нет. Йога это не мое. Это да. Понимаете, да? А потом раз, оп, йога это мое. Слушай, если не секрет, если не секрет, то шага мне много в жизни изменилось конкретно. Потрогать. Можно конкретно потрогать, что у меня в жизни изменилось. Мы сейчас, мы сейчас, у меня стало очень много вот так. Я писала в группе в ACI Russian, такое достаточно откровенное понимание. Салиха, спасибо, очень красивый комментарий написал. Прическа изменилась. Прическа изменилась? Пусть потрогает. Что? У тебя изменилась после медитации. Прическа изменилась у меня после медитации. Точно! Это вообще такое журнёжное. Да, прическа изменилась. Я могу попробовать. Мы обсудим в перерыве или потом, что изменилось конкретно. Можно почитать в группе ACI. Я думаю, что у нас здесь достаточно много народу, которые читали или которые хотят дальше. Поэтому пойдём дальше. Вот, значит, скажите, пожалуйста, товарищи в интернете, есть ли вопросы относительно того, как медитировать и о чём медитировать? И по сколько минут в день, или как сесть, или что-нибудь такого плана вопросов есть? Если нету, то мы идём дальше. Вопросов нет. Прекрасно. Значит, сегодня мы пойдём просто ещё раз. Может быть, кто-то подошёл позже. Если кто-то подошёл раньше, то очень, мне кажется, полезно услышать ещё раз, что нужно сначала делать подготовку. Хорошо её делать в полном объёме или не в полном. Неважно. Важно чуть-чуть подготовки сделать, а потом делать саму медитацию. Делать это каждый день. И сегодня мы начнём чуть-чуть другую медитацию. То есть вот подойдём к самой медитации. До этого у нас были такие подготовительные этапы. Почему так много подготовительных этапов? Потому что нужно медитировать хорошо. Потому что нужно достаточно глубоко уйти в состояние покоя и постараться достичь шаматы. То есть мы стараемся достичь шаматы, то есть в состоянии абсолютного спокойствия, потому что, как говорит Геши Майкл, третий гомрим, то есть этап медитации. Для развития шаматы нужно медитировать на Будду, представляя его не картинкой или статуй, а представляя его живым. Многие учителя говорят, не пяльтесь на статую, что значит, что не нужно открыть глаза и смотреть на статую. Шаматы — это внутреннее состояние ума. Вы смотрите на живого Будду. Почему нужен объект медитации, то, о чём Илья говорил? Без объекта медитации вы окажетесь в мире без форм. То есть если вы будете очень хорошо медитировать, концентрироваться и достигнете высоких результатов, вы переродитесь в мире без форм. Проживёте там свою жизнь, потом попадёте в ад, потому что закончится вся хорошая карма. Там хорошо в мире без форм, там прекрасно. Это рай такой, такой рай. И в нём вы проживаете хорошие семена свои. Потом они закончатся, и это не выход из сансары. Поэтому нужно медитировать на объект. Должен быть объект. Из сансары выводят два объекта в этом мире. Это Будда и Учитель. Другие объекты из сансары не выводят. Поэтому мы представляем Будду. Мы представляем Будду живым. Он должен быть подвижным. Это должна быть не фотография, не статуя застывшая, это должна быть видео. 3D, видео 3D, да. Будда сияет золотым светом. Думайте о том, что это существо помогает всем существам во всех мирах. Будда – это существо, которое посылает свои тела, эманации свои, то есть свои проявления во все миры, ко всем существам, которым нужна помощь, и предстаёт перед ними кем угодно. Бомжом, учителем, ребёнком. Может быть, он предстанет луной, или озером, или деревом, или животным. Это то, что даёт толчок вам в жизни. Это то, что вам помогает. Может быть, это какой-то очень раздражающий вас сосед, который сидит с вами в самолёте, и толкается, пыхтит, пукает, не знаю, там, сопит, или пристаёт к вам с разговорами. И этим он вас так раздражает, что заставляет куда-то двигаться, то есть вызывает какие-то чувства, которые вас цепляют. То, что вас цепляет, заставляет вас как-то реагировать. И если вы осознанны, то вы начинаете думать, стоп, о чём это мне? К чему это мне? И это ведёт вас на духовный путь. Может быть, это ваш муж, который вас бросил, и от этого такие страдания, страдания, и вы встали на духовный путь. Для того же прийти на духовный путь, как мы говорили в прошлый раз, часто нужна катастрофа. Обычно нужна катастрофа. Обычно, когда всё хорошо, зачем духовный путь? Зачем мне куда-то двигаться? Мне так хорошо. У меня знакомая девушка говорит, у меня так всё хорошо, вот только бы ничего не меняло. Вот, и я подозреваю, я догадываюсь, что, может быть, это такое же состояние, как вот в этих верхних мирах, в раях. Так всё хорошо, что вот пусть так и будет всегда. И никакого движения. И мне не нужен духовный путь. И зачем мне куда-то идти, если мне и так хорошо? Нет, ну посудите сами. Я бы не было не пошла, если мне было хорошо. Поэтому, чтобы мы куда-то шли, у нас должно быть что-то плохо. Должно быть настолько плохо, чтобы нам хотелось уйти. То есть, если мы сидим на муравейнике, но при этом мы привыкли жить в муравейнике, сидеть на муравейнике, и мы на нём всю жизнь сидим, то, ну, может быть, и не так всё уж и плохо, ну, выясню, да, ну, больно и неприятно. Зато я, да, зато я привык. Жизнь это вот так всегда, и как бы, ну, что дальше? Пойдёшь дальше куда-нибудь, а там, может, хуже будет, зачем я туда пойду? И здесь нужна хорошая катастрофа. Конкретная такая катастрофа, которая вас с этого муравейника вот просто сдует. И тогда вы шмякнетесь так, что вам захочется уже куда-то идти, что вы поймёте, что, ну, вот всё, не могу больше, надо идти. И тогда мы встаем в духовный путь. Вот. И Будда предстаёт нам, может предстать нам, тем человеком, который нас впихает в эту катастрофу, который всегда даёт нам катастрофу. Потому что иначе мы так бы и сидели на муравейнике, пока не померли. Рассказала, даже катастрофы захотелось. Ну, без катастрофы очень сложно встать на духовный путь. А в интернете, я вот читал, в Америке, ну, вот прямо на, полминуты, один дзен-центр, у них такая как бы программа есть, вот, им дают пакет там, продукты, зубная паста, вот, чтобы выживать недельку с бомжами там, да, на улицах, чтобы вывести там, да, себя из этого состояния, как бы. Замечательно. Есть разные проекты, которые разные штуки предлагают, но если мы готовы двигаться дальше, то мы пойдём на эти всякие штуки. Если мы... Я не пойду память. Если мне и так хорошо, зачем мне идти, если мне и так хорошо, то тогда нужно катастрофу. Да. Мы в медитации стараемся достичь такого состояния, когда вот это... Мы достигаем блаженства в медитации. То есть сначала вроде непонятно зачем. Потом этот этап, когда непонятно, зачем медитировать, он проходит. Потому что приходит, во-первых, осознание, зачем, а во-вторых, приходит удовольствие. Физическое и эмоциональное удовольствие от медитации. То есть удовольствие на уровне тела и на уровне ума. И это становится кайф. И Геши Майкл рассказывал историю о том, как его, наверное, вы знаете, слышали, о том, как его... Встретился ему парень, который пришёл и задал вопрос про медитацию там. Я слышал, говорит, что... Нет, что-то он... Первый вопрос был другой. А он его спросил про деньги. А Геши Майкл говорит, а чем... Как ты зарабатываешь на жизни? Чем ты занимаешься? Он говорит, что... Я шибакл... Я шибакл... Кушелёчек... Интересно, говорит. А зачем ты воруешь? Говорит, Геши Майкл... Говорит, так... Кушелёчек... Кушелёчек... А зачем ты воруешь? Он говорит... Зачем тебе деньги? Он говорит... Я наркоман. Поэтому мне нужно много денег. Вот. Геши Майкл говорит... Вообще интересно, так. Чё думают... Говорит, наркоман пришёл ко мне вообще. Вор, наркоман пришёл... Ну, здорово, конечно, что... Пришёл спрашивать про... Какие-то вопросы задавать нам. И он говорит, этот парень... А вот скажи, я слышал, что... В медитации такой кайф, как при наркотиках. Слушай, ну это правда? Геши Майкл говорит... Ну, вообще правда. Он говорит... Так это ж как здорово. Бесплатно. Это бесплатно. Воровать не надо. Научи. Вот. Ну, вот медитация – это кайф. И этот кайф приходит не сразу. То есть сначала мы... Чтобы научиться писать, мы сначала вот ребёнка сажаем и говорим... Садись, пиши за корючки. На этой вот прописи, да. А ребёнок вообще не понимает, зачем мыться за корючки писать. Трудно. Рука не слушается. За корючки получаются кривые и неправильные. Тебе учитель ставит двойку за это. И ребёнок не хочет их писать. Ну зачем? Но потом он учится, 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 учится и начинает писать автоматически, легко. И то же самое в медитации. Сначала сложно, потом приходит лёгкость. Но этот этап, когда нам трудно, его нужно пройти. Нужно сделать усилие. То есть та мама, которая сажает ребёнка, говорит, садись писать за корючки. А ребёнок говорит, ну я не хочу, я мультик лучше, я погулять хочу. Вот эта мама, она у нас внутри. Она берёт и сажает нас на подушку для медитации. И говорит, время для медитации. Погуляешь потом. Мультик потом. Сейчас время для медитации. Для того, чтобы пройти этап, когда сложно, непонятно, нету кайфа. Чтобы потом это стало легче. Чтобы потом мы стали свободно владеть, как языком, так медитацией. И тогда мы будем понимать всё больше и больше смысла. А поначалу ребёнку, ну вообще непонятно, зачем за корючки писать. Ну ей-богу. Дурацкие за корючки. Когда мы медитируем? Зачем? Дальше. Это был вопрос про зачем медитировать. А теперь вопрос про чуть поглубже. Наша цель достичь шамоты, потому что в ней мы можем увидеть ангелов, мы можем увидеть воду, мы можем увидеть пустоту напрямую, мы можем увидеть, каким образом мы проецируем этот мир. И мы можем достичь того состояния, когда не будет отключаться интернет. Интернет отключился снова. Вот. Потому что у нас нет паундреморкерсов. Медитация приводит нас к тому, что она становится очень важным смыслом нашей жизни. Есть? Отлично. Ура. Цель наша увидеть пустоту напрямую в медитации. Потому что это то, что выводит эссенсары. Потому что после того, как мы видим пустоту напрямую, мы как вот этот ваджра... Дайте мне бумажку, пожалуйста, спасибо. В ваджре мы становимся из одной стороны, из одного алмаза, мы через прямое восприятие пустоты становимся другим, совсем другим алмазом. Мы становимся просветленным существом. И этот переход, эта вот узкая часть, этот переход, просветленное состояние, оно нам обязательно необходимо. Потому что через него мы выходим отсюда. Мы выходим с эсссары, мы достигаем просветления. Для этого мы стремимся научиться шамоте, спасибо большое, достичь шамоты и випашьяна или випасана. Знакомое такое слово? Да? На тибетском это звучит випашьяна. Это состояние, когда мы видим пустоту напрямую. Называется это на тибетском випашьяна. Или випашьяна. Этого состояния можно достичь только достигнув шамоты. Мы успокаиваем ум, приходим к шамоте. Это когда мы можем медитировать бесконечно. Потому что тело не отвлекает. Потому что ничто не отвлекает. И я могу управлять умом. Я могу сказать своему уму, а теперь ты думаешь об этом. А теперь объект вот этот. И нет сопротивления. И нет ничего, что отвлекает. И нет ничего. Нет ума, который не слушается. Он слушается всегда. И в этом состоянии покоя, когда мы достигаем этого состояния покоя, мы берем объектом медитации пустоту. И начинаем ее рассматривать. То есть мы создаем гладь озера. И на него просим луну отразиться в нем. И тогда мы можем увидеть пустоту. Это цель медитации. Это то, зачем мы учимся шамоте. И должен быть баланс. Гешаметл говорит о том, что важно, чтобы был обязательно баланс. Камала Шива говорит, что раньше в Древней Индии было две школы. Одни типа Махаяны. То есть такой средний, практикующий средних способностей. Тут у меня была бумажечка. Извини, что я не буду. Вот. Одни хинаянцы, другие махаянцы. И вот у хинаяны была очень хорошая концентрация. Они концентрировались прекрасно. Они тренировали концентрацию. Но они не думали о пустоте. У них не было выпашья. Махаянцы, они очень хорошо понимали пустоту. Они в медитации сразу садились и начинали про пустоту. Но у них не было концентрации. А вы должны делать так, чтобы у нас был абсолютный баланс. Одинаковой силой должна быть и наша концентрация, и наше понимание пустоты, которое мы привносим в медитацию. И если они будут в балансе, и когда мы сможем их выровнять, тогда у нас есть возможность видеть пустоту напрямую. Это когда ты ведешь машину. Если вы видели, как ведут машину, кто не умеет, то не водят машину. Когда начинающий ведет, новичок садится за рулем, хватает руль, держит и едет. Когда профессионал ведет, он чуть-чуть подруливает. Чуть-чуть то вправо, то влево, чуть-чуть рулем. И это та же самая происходит и в медитации. Когда мы только начинаем, мы садимся и что-то делаем. И мы можем уехать влево или вправо, в канаву свалиться. У нас дорога, и по обе стороны от дороги есть каналы. Две канавы. Одна канава – это вялость ума. Это когда мы начинаем чуть-чуть засыпать. Картинка становится мутной. Образ объекта мы уже видим нечетко. И вроде бы нас ничто не отвлекает, но нету ясности. Нету хорошей, четкой, ясной картинки, изображения. Вторая канава в другую сторону – это возбуждение. Когда у нас много мыслей. Я сижу, я медитирую, медитирую, медитирую. Ой, пока квартира не убрана, сейчас я хочу пылесос. Сейчас я буду медитирую, сейчас я возьму пылесос. И я там вот уберу, а вот здесь я помою, а вот это я. А потом я пойду. Так, стоп. Что я сделаю? Что я здесь делаю? А, я медитирую. Ум ушел, мы свалились в канал. И задача наша в медитации – это чуть-чуть подруливать, не позволять себе падать влево, не позволять себе падать вправо, ни в какую сторону. Мы все время, когда нас уводит в вялость, мы должны проснуться. И это препятствие к медитации. Мы должны заставить своему пороснуться. Как это сделать? Подумать о чем-нибудь радостном. Подумать о цели, зачем я вообще здесь сижу. Что я хочу сделать? Я хочу увидеть пустоту напрямую, чтобы помочь всем живым существам. И это очень тонизирует. И это очень будет. И это привносит ясно. Или подумать о том, кого мы очень любим. Если мы подумаем о том, кого мы любили, и он умер, то это нас, наоборот, уведет в сонливость, вялость. Кого мы очень любим? Немножко любим. Чтобы не задуматься о том, как мы его любим. Если мы подумаем о том, как мы его любим. Лиса говорила, например, о кошке. Например, о кошке. Можно подумать о которой мы очень любим. И это нас тонизирует. Поднимает. То есть ум может уйти вниз в сон. И может подняться слишком высоко в возбуждение. А наша задача держать его ровно. Не давать ему никуда уходить. Вот. Самое опасное – это скрытые вялости. Потому что явную вялость мы сразу понимаем. Потому что Геша Мэкл говорит, что все очень просто с обычной вялостью. Я как-то сидел, медитировал, медитировал. А потом – бац! И стукнулся лбом об пол. Уснул во время медитации. И это очень понятно. Когда я засыпаю, я сразу понимаю, что я уснул. Потому что я стукнул с лбом. Но тонкая вялость, у нас ее сложно определить. Потому что вроде все хорошо, вроде я вижу объект, вроде все в порядке. Я уже рассказывала, что я год медитировала со скрытой вялостью. Стала все забывать. Стала забывать слова, куда я что положила. И вообще фокус в жизни стал очень-очень-очень плохой. Из-за этого я поняла, что, видимо, я медитировала со скрытой вялостью. Только тогда. Но это, получается, заняло у меня год. Извини, это очень забавно. Арина, загадка. Я только что держала в руках ложку. Только что с ней стояла. Сейчас ее нет. Куда она делась? Мы смотрим. Ходим в комнату, думаем, куда она могла положить эту ложку. Таких загадок было много. Да. Вот. Это результат скрытой вялости, товарищи. Не надо медитировать со скрытой вялостью. Вот. Другое дело, что это очень сложно определить. Как понять, что у меня есть скрытая вялость? Есть объект. Я его держу в уме. Я его не теряю. Но он не четкий. Я его не вижу ясно. Я не вижу картинку прям вот, прям четкую, яркую. Я вижу такую туманную чуть-чуть. И все. И потом ложка потерялась. Как много других вещей. Вот. Когда мы начинаем медитировать, мы имеем проблему медитации и лень. И в этом случае мы должны что сделать? Мы должны подумать о том, как здорово медитировать, как классно медитировать. Мы должны подумать о медитации так, как будто это прямо что-то, прям такая сегодня вечеринка будет. Я на нее так хочу, так хочу, такая вечеринка. Супер, супер, супер. Там все мои друзья, там все будет круто. Вот такое чувство, как я хочу на эту вечеринку, должно быть у нас по отношению к медитации. Вот такой вот, медитирую очень будем. Ура! Если мы это сделали, то от этого у нас возникает желание. Я хочу медитировать. Я хочу пойти на эту вечеринку. Я прям хочу, хочу, хочу. Я такое платье в магазине видела. Хочу это платье, я прямо не могу. Вот я прям вижу, как я в этом платье. Я так его хочу. Вот такое должно быть к медитации. И потом, когда мы, вот это появляется, после этого мы идем и сажаем себя медитировать. И с этим вот хочу-хочу мы садимся и медитируем. И когда мы медитируем, у нас приходит легкость. У нас постепенно с медитацией, с практикой приходит легкость. И приходит привычка. И нам становится это очень легко. И это четвертое противодействие лени. Вот. Вторая проблема медитации, мы сейчас разберем только две. Вторая проблема медитации, это забыл объект. Я сел медитировать, взял объект медитации. Объект медитации. Я медитирую на учителя. Вот учитель, вот он пришел. А потом, когда я помедитирую, я поеду туда. И там платьице я хотела посмотреть, примерить. Вот надо мне такое платьице. Не знаю, в клеточку или в горошек. Такие красивые там платьица я видела. И что здесь делаю? Вообще, что здесь делаю? А, я медитирую. Это когда я совсем забыла объект медитации. Я вообще забыла. Я вдруг обнаружила себя сидящей на подушке для медитации. Такое удивление, надо же. Вот это вторая проблема медитации. Забыл объект. Забыл инструкции. Это не значит, что я забыла вообще, ну, вот, в обычном наше понимание забыла. Это значит, что я вдруг выяснилось, что я, оказывается, сижу и медитирую. Совершенно неожиданно. Это вторая проблема медитатора. Что надо делать, когда мы обнаруживаем проблему в медитации? Радоваться. Нужно радоваться. Совершенно верно. Надо порадоваться. Ура! Я обнаружила, у меня есть проблема медитации. Медитатора. Медитирующего. Ура! Потому что если я не знаю о том, что у меня есть эта проблема, то я не смогу ничего сделать. Если у меня единственный, я единственный человек, у которого есть такая проблема, все остальные нормальные, а вот я никак не могу медитировать. У меня вот забывают все время объект. Если я такая одна, кто не может медитировать хорошо, это очень здорово. Это тоже повод для радости. Значит, вокруг меня просветленные существа. Ну, потому что у них-то нет проблем. Или же такая проблема у всех. Другая ситуация. Неизвестно. В любом случае, это повод для радости. Если такая проблема у всех, ура! Я нашла. У меня тоже она есть. Если такой проблемы ни у кого больше нет, ура! Вокруг меня просветленные существа. Первое, мы радуемся. А второе, мы принимаем меры, чтобы устранить эту проблему. Возвращаемся к объекту. Берем объект, возвращаем его. Начинаем медитировать снова на объект. Вот, я сейчас это скажу, мы сделаем перерывчик. Что спросить? Все слышно, все хорошо? Люди в компьютере, вы с нами? Отлично, спасибо, Алиса. Спасибо. Так, когда вы очень ясно видите человека, сидящего напротив вас, это значит, что у вас действительно хороший фокус, у вас хорошая концентрация. Объект медитации, то есть учитель или тот, на кого имеется Будда, он становится живым. Он начинает двигаться, начинает говорить, сияет, из него исходит свет. Он живой. Если вы видите картинку, то есть Будда неподвижен, как фотография, это называется Дьяна. Это неправильная медитация. Есть неправильная медитация Дьяна. И вторая медитация... Я не запишу, я забыла. По-тибетски, короче. Не скажу. Не помню вообще. Но это есть в ВСАИ. Вот. Если вы видите видео, когда Будда говорит и движется, это хорошая медитация. Это то, что вам нужно. Тогда вы достигли шаматы. Вы медитируете на Будду. Он живой. Он сияет. Он движется. Его глаза реагируют. Вы говорите ему о чем-то хорошем, что вы сделали сегодня, например. И вы видите его радость в его глазах. Вы видите, как его лицо меняется от того, что вы ему говорите. И тогда из этого вы можете перейти в Випашьему через исследование пустоты Будды. Вы начинаете размышлять о его пустоте на этом этапе медитации. И это приводит вас к Випашьему. То есть, когда мы сидим, медитируем, и вдруг он что-то как-то начинает говорить? Будда, на которого мы медитируем, он живой. Он не картинка. Он не статуя. Будда, на которого мы медитируем, он не вдруг начинает говорить что-то. Мы просто видим его сразу живым. Мы видим видео лучше 3D, объемным и живым. Вот. И это, собственно, наша цель. Сначала мы начинаем медитировать с того, что мы фокусируемся на силуэте. Или на свете. То есть мы видим просто... Если сложно представить, то мы просто смотрим на свет. Яркий свет. И потом из него мы начинаем видеть силуэт. И потом из него мы можем видеть больше деталей. Но сначала не нужно очень сильно стараться. Просто делайте все время усилия, чтобы видеть. Значит, еще что Геша Майкл говорил в своей лекции. В монастыре нужно было... Где жил Геша Майкл, нужно было пахать кукурузное поле на валах. И это очень сложно. Стоять на плуге, который тащит два огромных вала. И это примерно так же. Вы должны иметь сильную шамоту и такую же сильную депашину. И они должны быть одинаковыми по силе. Как эти два вала. Вот. Мы на этом сейчас сделаем перерывчик.